всем доброго времени суток мои хорошие привет 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 ну что дело подходит к пасхе и я начинаю небольшие заготовочки хочу из белого мяса попробовать вы смотрела в интернете куриные грудки значить в желатине и вот хочу сделать там она как-то интересно делает куриные грудки засыпает только желатином укладывает их формочку ну так узнаешь знаете целлофан закутывает и в холодильник и как у нее это все так красиво получается я не знаю я творю короче давайте все по порядочку не бежим вперед паровоза а начинаем действовать и я вам расскажу что я хочу сделать как вот знаете зельц будет резаться должен резаться только там будут белые куриные такие скажите мне заготовочки да вот ну что поехали а там по ходу будем уже и болтать и разговаривать и все делать вот я уже заготовила куриные грудки мне нужно вот такие чтобы они были положить их водичку водичку мы уже поставили сейчас мы эти с вами порежем еще чтобы было чуть чуть побольше и вот длинненькие до должны быть они вот такими заготовочками мы так и ложим их кастрюльку варить я варю в маленькой кастрюльке не в своих любимых быстрых кастрюлях потому что в той кастрюле может мясо прямо развариться мне этого не надо да мне нужно чтобы было просто стандартное мясо вот такое вот даже водички наверно много отолью я хочу его сделать вот так поставила сейчас закипит посолю поперчу лавровый листик душистый перец все как холодец только потом буду разводить желатин и это все заливать в формочку что было как зельц ну и заморозим и все что тут еще думать хочу вот именно х захотела вот это попробовать видимо у меня видимо у меня белого мяса много что мне хочется его испортить вот так я вам скажу по-честному добавлю туда еще для запаха луковицу даже наверное пол моркови не добавлю чтоб цвет поменяла чтоб не именно у белая до куриная массового у меня есть еще морковка маленький кусочек почищу и сделаю поставим на медленный огонь и пусть варится минут 30 быстрого приготовления вот еще столько морковочки и вот такая у меня красота получается не знаю видно нет я по-другому показываю посолим поперчим потом попозже пусть варится нужно что-то на обед ребенок придется школу а я делаю пупки же я купила уже лежат в холодильнике боюсь испортится и сделала пупочки с картошкой со сливочками туда значит чесночок лучок морковку положила лавровый листик значит приправки всякие сливочками залила и картошки много и вот это все у меня и картошка всушится и пупочки будут я так уже несколько раз делала нам нравится быстренько ничего заморачивающегося все в холодильнике имеется и вот сейчас в мультиварке варится я открою вам потом покажу что получилось вот вот это делаем сейчас на кухне но вообще проснулась конечно вчера посмотрела много украшений до яиц как их делать как что ну и завтра начну уже яйца красить по-любому у нас как раз имеются беленькие яйца чтоб красивенькие были и мы с вами будем их красить стол мы уже украсили я вчера ребятишкам приказала чтобы они все ели с этих сподносов чтоб нигде ничего не замарали но в любом случае еще до суда воскресенье столько времени но я люблю все делать заранее чтоб знаете к этому празднику основательно подойти что дети насытились этим праздником а то что там одно воскресенье и все яйцами побились утром проснулись и вся паска нет конечно же но его думаю наверное как паскать пасхальный ты хлеб со стряпаю такой не пасочки потому что у меня нету ничего для стряпания пасок формочек нету хотя в прошлом году я в бумажных стаканчиках стряпала очень даже красиво получилось с такими шапочками вылезла это все тесто наружу так подошло хорошо красиво и бумага же не горит не плавится ничего даже не пластик и очень очень даже здорово получилось но подумаю еще надо это нам или не надо продукты тратить на ветер потому что в основном паски никто не ест уже заметили уже потом давимся и птицам кормим и из этой паски ничего если оставшийся хлебушек остается даже тот же белый там или темный как константин есть я его на кусочки порежу в духовочку а потом значит надо значит палочками порежу кубиками потом его сверху посолю и мы их грызем в суп добавляем либо я делаю потом на блендере перемешаю и в эти сухарях обмакиваю котлетки до обволакиваю либо в сами котлеты как хлеб добавляю но вот так вот у меня это все идет без отходное производство знаете что я за безотходное производство чтобы ничего не вываливалась ничего не уходило мусорное ведро и вот сейчас мы сделаем с вами вот это вот уже закипает потихоньку пока я болтаю придется тут сейчас и пенку снимайте все снимать потому что мультиварка моя быстрая занята боится посуде я не хочу там сильно хорошо развалится это мясо мне нужно чтобы она была вот такими волокнистыми как я порезала такими полосочками и нужно чтобы она осталась вот что хотела сказать про посуду mc у меня там девочки спрашивают я номер телефона если вы живете не в россии я задала вопрос если вы живете не в россии в германии я дам номер официального дилера который этим занимается непосредственно девчонки которые на этом зуб уже съели до которые отличают одну посуду от другой кастрюлю от крышки значит и все это я этим не занимаюсь я только десять лет назад купила говорю для тех кто подписался кто вот посуду сейчас спрашивает алена дайте номер телефона или дайте адрес где вы это купили я могу дать только номер телефона девочек вот и вы с ними спешитесь если вы в германии потому что не знаю в россию такое дорогое не отправляют хотя у вас в россии тоже уже есть многие девчонки мне даже писали алена поделись рецептами видимо у них там не дают книгу от рецептов как готовить как что пенку же снимаю как готовить как что и мол типа как у тебя так все четко получается эти макароны в одной кастрюле варишь и все 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 вот и лазаньи делаю я же в этих кастрюлях все абсолютно и вот многие уже девочки писали поделись рецептом расскажи поподробнее что нужно делать куда нажимать куда что поэтому я вам обязательно дам номер телефона и вы созвонитесь если вы живете в германии только с россией навряд ли они работают потому что цены по российским мерам меркам большим посуда это не из дешевых но это же хочу сказать по соли вода тоже хочу сказать что не покупайте все подряд чтобы будут стихивать до что вам будут предлагать нужно я вам уже говорила вы наверно смотрели нужно основная вот эта крышка термокрышка которая работает вот с такими горитами непосредственно которая варит которая герметичная закрывает держит тепло и все происходит из-за нее нужно обязательно плита потому что вот этот горит работает с плитой в унисон они там все подключается все включается нужны две этих сковород к кастрюле одна большая 5 литровая кастрюля нужно и одна кастрюля 24 сантиметра плоская которой я лазанью макароны все 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 делаю и все больше не подряжайтесь не под какие сковородки не под какие там те пароварки скороварки или еще что то да это все хорошо но вы этим пользоваться не будете возможно и будете вдруг вам повезет и вы будете этим пользоваться я не пользуюсь поэтому она у меня лежит я это купила за деньги мне это не рассказали в тюхали знаете глаза большие когда все рассказывают это надо это надо это надо а ценники у них какие ценники то не игрушечные и поэтому потом я решила что мне это то и не надо было бы какая сковородка у них хорошая варится сейчас новая поступила это блинная блинная сковородка очень очень хорошая вот это да это точно это уже стопудово она вам нужно ее можно купить но вообще ее дают в подарок если ты делаешь партии в германии приглашаешь пару-тройку семей то тебе ее дают там что-то за семьдесят два уровня за сто уровень там я не знаю за сколько тебе ее дают прямо в подарок ну то есть большой большой скидкой и ты можешь это все купить пересолить что пока портала пахнуло много соли подальем водички вот про эту посуду значит были это я бахнула чужие-то я так долобой вот что еще рассказать вам про посуду раз на все они спрашиваете значит вы с ней еще не встречались вы они ничего еще не читали поэтому я вам рассказываю что будьте осторожны не покупайте все папа что вам предлагают вот именно вот эта плита которую я вам говорю всегда вот это я на ней только готовлю на одной она очень экономичная потом кастрюлька вот такая пятилитровая потом плоская такая на 24 сантиметра кастрюлька две крышки к ней обязательно вот такие крышки одну вот такую глубокую вам предложат такую знаете большая глубокая и одна плоская точно таких же размеров они все подходят на один размер и все у меня сковородка стоит не нужная пару раз котлеты поджарила мне больше нравится на простой котлеты жарить конечно она очень хорошая но посуде к этой нужно маленько приспособиться особенно со сковородками вот она жарит без масла она жарит быстро она жарит хорошо туда можно сверху и картошку и все положить и морковку она все это поджарить зажарит но мне так не понравилось я так не хочу так я нервничаю я что-то должна думать я что-то должна там решать с этой сковородкой да то ее нагревать то и не нагревать думать вот это вот все для меня это помехи и я это не хочу вот этот небольшой стресс он мне мешает в готовке поэтому сковородку я засунула в дальний угол и она у меня лежит и также лежат у меня две скороварки сейчас вам покажу вот такие две скороварки они там их говорят что они очень хорошенькие и вот такие вот они все но они очень маленькие сюда влазит 5-6 мантов маленьких больших 4 это самое большое сюда влазит мало овощей у меня есть термомикс мой хороший до прибор там варит намного больше вот он термомикс стоит до намного больше варит намного удобней здесь варит овощи две минуты но тоже за ними нужно следить надо обязательную специальную пароварку эту крышку покупать чтобы это все работало в унисон если же я делаю со своей такой глубокой до крышкой надежная которая закрывается потом разгерметизуется то овощи сильно переваренные становятся и мне нужно еще тогда крышку еще одну покупать а это тоже деньги все там продается за деньги это за деньги это за деньги каждая продается отдельно все там продается за денежки поэтому купите просто обыкновенную на воде пароварку есть электрические и не заморачивайтесь вот этого не надо про такую я вам говорю кастрюлю это тоже кастрюля 24 сантиметра вот про нее я говорю что в ней можно и котлеты жарить и лазанье делать и макароны и все на свете и к ней обязательно крышка вот такая глубокая ведь и чтобы вам делать на ней я вне делаю и скажите мне штрудели и капусту тушу все вместе делаю сначала капусту потушу потом сверху штрудели и вот эта крышка большая глубокая что вы уже поднимаются и она очень удобно хорошо делает это все и держит держит тепло не надо ничего открывать если просто эта крышка стоит то она очень очень герметичная как присасывается туда вот это тоже нужно купить обязательно у меня остался от курицы маленький кусочек ребятишки сегодня поздно придут а мне нужно просто сделать обед ребенку одному и вот я сейчас это мяско пережарю прямо в той кастрюле которую я вам показала как кастрюле сковородка и там же с этим мясом сейчас сварю макароны все в одном да и чтоб вы увидели как это что варится я напишу вам вы мне не ответили где вы живете в германии или в россии и я напишу сейчас адрес этой женщины хочу вам показать что у меня на кухне там и людочка и расспрашивали вот видите я все подостала все сковородки все кастрюли у меня нет индукционной плиты мы заказывали сюда заехали кухни вообще не было никакой и мы сразу ее в икеи заказали уже без плиты ведь и нету ни с этой стороны ни с этой стороны нет вообще индукционной плиты у нас все в городах потому что я уже знала что я уже до этого готовила всегда на одной плитке индукционной у меня знаете было как склад всех электроприборов и поэтому я заранее знала что у меня не будет такой плиты и мы ее не заказали у нас есть духовой шкаф мне достаточно недостаточно этой плитки моей и всех моих бытовых приборов какие имеются вот и такое у меня индукционной плиты вообще нет поэтому я если у меня это плита сейчас занята сейчас покажу вот видите бурлит в маленькой кастрюльчике в которой я яйца варю больше у меня кастрюль нету вот так все варится у меня то она занята я сейчас не могу варить обед до ребенку который со школы придет мне либо нужно ее просто убрать пусть она дальше доваривается так просто да вот и ставить сковородку жарить парить и еду готовить либо просто еще минут десять подождать и тогда уже я буду в полной мере свободно готовить еду ребенку но пока с вами тут разговариваем я порежу лучок порежу приготовлю потому что это посуда аэльце очень быстрого приготовления она как знаете баба начальники она греется 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 но когда нагреется пока ты жаришь паришь все это делаешь с открытой крышкой но когда она греется ее не остановить поэтому нужно все заготовочки наши с вами сделать заранее чтобы потом не махать крыльями не отключать ничего потому что опять потеря электричества до электроэнергии времени максим у нас не любит морковку поэтому я морковки ему сделаю совсем чуть-чуть все мы с вами приготовили сейчас еще минут пять подождем сварится наш наша курочка сварится с вами бурлит она уже хорошо просто замечательно подольше мы подольше маленько ее подождем потерпим чуток видите как говорится на днёрке и все бурлит я говорю что она очень-очень экономичная посуда экономит деньги время и нервы породит только сварилась сейчас я вам покажу деревянная лопаточка вот так я тушу видите побольше морковочки положила паприки и вот так сушилась и и картошка и мясо тут же сразу я часто так делают именно пупки желудочки и печень так делаю и ничего не заморачиваю так ксения у нас на работу идет надо ее приглашать чтобы накладывала себе еду наш обед уже готов я же говорила мы ездили к подружке его подружка посолила капусту сама была почти полная ведерко на нас угостила и вот мы ее знаете прямо так берем и едим хочу сделать с лучком и с маслом подсолнечном что мы как бичи то едим сейчас мы сделаем вот эту значит капусту с вами и угостили вот таким красивым салом подружка моя светлана сама солит вот такое сальцо сейчас я его тоже тоненько нарежу она константин его ест прямо с любым из супов там или еще чего-то любит любим мы салом и сибиряки деревенские люди поэтому я сейчас его соломочкой порежу и в морозилочку и она потом как семечки до пойдет у нас наша задача с вами это все сейчас проделать и сделать какой красивенький со всеми со всеми специями специи сейчас маленько стряхну чтобы зубам не прилипала и порежем вчера уже ел говорит ой и шкурка жуется и все за жуется все вкусное вот мы сейчас с картошечкой купола пупочками и сальцом все это с вами навернем все это сделаем на обед для тех кто вновь подписался скажу что мы из красноярска вообще я деревенская девчонка все мои родители селе родились поэтому мы любим салом и любим рыбам мы мясо мы знаем когда покупать мясо на какую луну когда резать мясо на какую луну что с ним делать мы это все 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 знаем абсолютно потому что мы 30 ну и мне было 36 лет приехали сюда в германию поэтому мы сибиряки сибиряки как кто-то говорит сибири очки на пусть хоть сибири очки хоть кто главное что мы сибиряки все и вот это вот сейчас мы положим делаю все на один раз до чтоб съесть и больше ничего не делать положим прямо в морозилочку сейчас засуну достаём капусточку наш хрустит у нее я не умею такую капусту квасить вот чего не умею со всякими заморочками одна ночка три ночки все это я могу сделать капусту нет прям хрустит на мыши на 1 хватит с константином добавим лучок синенький менее жесткого менее горький лучочек сверху посыпаем немножко сахарка чтобы эту кислинку сбить и вот такое подсолнечное масло российского производства все перемешиваем левой рукой вообще ничего не делал ну вот вот наша с вами заготовочки на обед для взрослых называется весь заготовочки для детей есть для взрослых вот такое масло российское русском магазине у нас подсолнечное продается немножко горлодер чека осталось а в баночке тоже доедем какая вкуснятина последнюю баночку помыть и новые можно делать это вот когда я неделю назад делал вот такие у нас с вами будут заготовочки на обед ну что наверное сварилась уже сколько я тут говорю разговариваю все на свете уже крупки наверно сварились выключаем и убираем пусть постоят еще маленечко подостынет а мы с вами ставим уже приготовленную нами дальше сделаем кастрюлька все включаем без масло без ничего должна жарить сейчас немножко нагреется и начну готовить и чем удобно как раз крышечку сделал здесь в кантике если водичка собирается никогда не выльется если сам не захочешь я люблю смысл для меня нет проблем хотя все знают прекрасно что масло вред жареное масло пережареное вред большой приносит и я не а 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 Помидоры добавляю еще, все в миниатюрном этом будет у нас. Все уже готово. Я вам говорю, видите как водичка держится. Надо его вылили сюда, а надо не вылили сюда. Добавляю сырок, у меня вот такой. Добавляем макароны. И добавляем сливки. Все в ванной кастрюле, ничего не варим, макароны. Вот они, видите какие. И еще столько же водички. Еще немножко водички добавим. Надо чтоб макароны закрыло. Потому что макароны же будут вариться. Сейчас всю эту воду макароны заберут, абсолютно заберут. И накрываем крышкой. Все, больше ничего не надо. И ждем. Я могу поставить зихер. Если мне нужно уйти и их не контролировать, я могу поставить зихер. И вот смотрите, показана морковочка варится вам тут. Я могу поставить на сколько минут. 10 минут. 10 минут. 10 мне не надо. Ставим. 5. 5. 5. 5. 5. И можем тогда отойти. Все. Варится и позовет сама кастрюля наша. Вот там у нас варятся макароны. Видите, пар идет. Здесь у нас с вами курица. Вот она парится. И вот я взяла желатин. У меня есть вот такими пластиками желатин. И я его сейчас замочу. Давай. У меня есть вот такие пластики желатина. И мы их сейчас с вами намочим. Порежем ножницами. Чтоб лучше было. Там у меня их три. В упаковке три штуки. Вон они. Три. Видите? Режу сразу три. Чтоб было уволено. Я тут делала торт. Но естественно не воспользовалась своим желатином. А магазинным. У меня он не получился. Я вам его не показала. Хотя говорила. Апельсины извела. Сок апельсиновый извела. Все извела на нет. А ничего не получилось. Вот так. Магазин желатинный. Желатин из магазина не пошел. Вот такие пироги. Так что. Сейчас мы разведем вот этот желатин свой. Он надежный, проверенный. Что-то я про него прямо забыла. Так жалко было. Столько продуктов извела. И сливки не загустели. Тоже надо было с желатином. И то не загустело. И лимонный сироп. Апельсиновый сироп с желатином не загустел сверху. Показывают красиво. За пять минут пирог без выпечки. Но пирог не за пять, не за десять у меня не получился. Тем более за пять. Потому что весь этот желатин один на один наливается. Сначала сливки наливались. Потом апельсиновый желатин. Желатиновый это смесь значит наливается. Ей нужно тоже застыть. И пятью минутами я скажу вам по-честному. Провожкалась с ним. Наверное часа три. Поставила в холодильник замораживаться. А он не замораживается. Тут мерляет. Я это все один раз ножичком отрезала. Попробовала некрасивый, невкусный. И все в топку, в мюль выкинула. Поэтому теперь больше рисковать не буду. Вот свой желатинчик мы развели. Заодно и поговорили. Вон что здесь делается. Вот так вот все варится. Хорошо нужно ставить. Чтобы пар не выходил. Варим вот такую дозочку. Чтобы он у нас квадратиком был. Чтобы мы могли его как нарезать. Как колбасу перевернуть. Так вот значит наше куриное филе. Сейчас мы его с вами выложим. Может быть толстоватая. Попробуем еще порезать. Чтобы у нас много было. Лишь бы не разрезалось. Течем. Так где ножик острый. Сразу надо было думать. Сейчас мы уже все расползается. И вот так домиком накладываем. Здесь тоже широкое селье. Тоже желательно порезать. Тоже все с интернета. За что купил. За то продал. Только со своими наворотами. Достанем морковочку. Серегистрировал. вот такая у нас красота с вами получается лучок мы не добавляем лучок весь разварился так оставляем все нужно подогреть вот эту желатиновую массу срочно подогреть придется нам убрать маленько кастрюльку своей она и так дойдет и поставить подогреть прямо черепушки прям вот так ее хорошо хорошо не доводить до кипения чтоб только растаяла мы с вами процеживаем нашу жидкость и и вот наш желатинчик растворился его тоже сюда сейчас попробуем маленько чесночка добавим так что еще добавим перчатку и красненького и вот такого жгучу еще немножко добавим наверно ложечки запах вкусный что получится из этого посмотрим запах просто обалденный все закрываем маленько остынет и в холодильник потому что еще горячий даже с места не хочу сдвигать но мы с вами идем макаронам наши смотрите я ставлю свои макароны в крышку они уже почти дошли посыпаю сыром переворачиваю кастрюлю сковородку свою плитку плитку сковородку кастрюлю все перебрала сразу зима сработает и все у меня дальше жарится жарится уже теперь сверху полностью жарится сверху все весь наш сырок все жарится сверху можно было сверху и помидорки положить не зажаривать их а положить сверху помидорки все что хочешь все что любишь все можно было положить вот что нужно было положить так это маленько чесночка чесночка положила пусть с одного у кого будет и вот так жарится у меня все опять поближе поставила чтобы вы видели не могу видите одной рукой показывать вот так жарится макароны сверху и вся водичка уже выкипела все сливочки по выкипели все абсолютно все по выкипела вот наш холодец стоит вот наша посуда уже я прибрала ложечка мне еще нужно я ее еще не помыла здесь наши с вами пупочки стоят вон они горяченькие так что обед у нас видите как стоит не могу одной рукой вам поднять чтобы показать что это все жарится и вот так у нас с вами уже почти все прибрано там капусточка стоит с горлодер чекам ждет своей очереди на стол унести у нас тот здесь маленький видите поэтому мы едем систематически два раза в день и завтракают ребятишки все делают зале все я макароном уже придала нормальный вид на плите стоит все перевернула иначе перегорят сильно поджаренный сыр они не любят даже запаха пережаренного сыра накрываю оставляю и ждем когда придут дети со школы никакой жижки ничего нет все накладываем иду максим пришли со школы сырочку он зажарился вити сверху и вот такая еда у нас имеется все вот такой обед максим